больше 7 миллионов рублей производства тортов лакшери сегмента они будут говорить нет вот десерты самые лучшие они во франции ты же как-то это себе спланировала такую карьеру если бы я так думала изначально я бы сейчас сидел в бердске мы же делаем массовый курс до сих пор заводит надо делать паузы вы на один торт потратили три недели я крутая и я покажу что я крутая страны выглядят как просто до работы мечты у меня есть молодой человек а он рэпер сегодня в гости к нам пришла королева кондитерки и тортиков создатель самой крупной кондитерской онлайн школы в россии полина филимонова вам она скорее всего известно как паулина кейк привет ребята привет ребят им привет друзья это полина вы на канале полин кейк сейчас запрещенной социальной сети у полины больше миллиона подписчиков в ютюбе более полумиллиона а ее кондитерские курсы ежемесячно покупает люди примерно на 7 миллионов рублей родилась наши гости в маленьком городке бердск новосибирской области население там всего 100 тысяч человек с детства полина хотела хорошо зарабатывать и всегда любила готовить торты признаем совместить хобби работы у девушки получилось просто блестяще 17 лет полина начала делать кондитерские изделия на заказ и самостоятельно зарабатывать в 19 запустила первый собственный кондитерский онлайн курс тогда доход полины составлял два с половиной миллиона рублей в месяц на этом девушка останавливаться конечно не планировала полина начала активно развивать социальные сети где девушка пробует разные кондитерские изделия рассказывает о своей жизни и показывают процесс приготовления необычных тортов только представьте на изготовление одного торта команда полина сейчас может потратить около трех недель светлана я не слышу хруста безе сейчас курсы полины расширились до уровня онлайн школы где на данный момент доступны разные направления обучения для любых уровней подготовки по-настоящему выстрелил продукт наши гости в пандемию все сидели дома покупали курсы и как раз готовили звезды сошлись если бы не хотела именно работать я бы наверное пошла бы по другой немножко дороге по дороге просто симпатичные девушки к слову на момент записи этого интервью курс полины прошло уже более 60 тысяч человек хозяйка кондитерской империи признается что отвечает в основном за творческую составляющую курсов и контента в социальных сетях у компании полины офис новосибирске все финансовые вопросы лежат на директоре работающим там сама полина в скором времени после удачного старта переехала в москву но и там задержалась ненадолго после начала спецоперации девушка с двумя помощниками релацировалась в дуба исследовать мир десертов в объединенных арабских эмиратах как заработать миллионы на десертах какой фуд контент популярен сейчас и как отличить хороший онлайн курс от плохих и да про личную жизнь мы тоже спросить не забыли с каким загадочным по ее словам хорошим рэпером она встречается привет друзья меня зовут ярослав бабушкин это респиратора сегодня у нас гостях кондитер блогер предприниматель полина филимонова бренд paulin cake верно да как твои дела все супер ты одна из тех кто релацировался в феврале в начале марта в дубай до в начале марта и уехала почему-то это сделал нет какой-то четкой причины на это все как-то сложилось просто знаешь сначала просто мне захотелось уехать а если рассказывать издалека немножко эту историю а сейчас будет без шуток и без преувеличений когда я была в дубае в январе я ездила по городу и думала блин вот бы здесь пожить недолго годик тут случилась такая ситуация я понимала что как это обернется в целом то что будет гораздо сложнее здесь работать искать продукты искать еще что-то то что будет все дороже и в целом мы не привязаны как-то к локации сначала я просто приехала в дубай потом я подумала и привезла туда свою команду и все что ты там сейчас делаешь до этого в москве ты была очень такой видный селебрити блогером с тортиками от которых там многие сходят с ума у тебя выручка бизнеса была там 120 миллионов рублей на контенте и это еще без того что ты там запускала тортики в постоянную какую-то продажу вот все благоволило развитию и тут ты решаешь просто поменять свою жизнь это было сложно вообще переезд нет это случилось спонтанно слушай я очень легко отношусь просто таким вещам какая была еще история небольшая феврале я съездила в америку я съездила первый раз в начале февраля это было там в первых числах и я съездила и поняла что мне очень хочется развиваться еще куда-то дальше мне хочется развиваться на весь мир у меня в принципе инстаграме очень много зарубежных людей которые не русскоязычные это и америка мне общество сша идет на втором месте у меня россия сша вот так среди подписчиков ничего себе хотела тебя контент на русском да но видео они же без слов по факту у меня только stories на русском языке видео просто очень быстро расходится знаешь по всем иностранным пабликам и вот и я подумала как классно здесь я еще была в л.а. и там так легко и ты вот едешь на машине я конечно не видел никого из там селебрити мирового масштаба но сам факт того что ты едешь на машине понимаешь что где-то здесь может это проехать там джастин биммер знаешь еще кто-то это тебя очень заряжает энергией и тебе кажется что все что тебе здесь кажется очень далеким и очень таким заоблачной мечтой там это как будто очень легко но я не смогла сделать визу вторую я не подавала документы не смогла подать второй раз я буду это делать чуть попозже и тогда я была в дубае и я взвесила шансы я не могу ехать сейчас там без какой-то минимальной команды своей которая будет мне помогать там пока что у меня нет знакомых с которыми я могу сразу начать работать в америку перевести людей достаточно сложно дубай тебе не нужна первое время виза в принципе визу получить не так сложно и это ближе и это проще и поэтому я решила попробовать как бы с дубая а потом уже посмотреть по поводу америки потому что мне очень хочется выйти на такой мировой уровень знаешь там уровень но срэта уровень ничего кого-то и ну по факту он вообще в дубае двигался я вот думаю вдруг я там подвигаюсь чуть-чуть и оп и на весь мир получится какой дубай сегодня вот для тебя там есть какое-то русское комьюнити тех кто туда переехал ты там к нему относишься там есть русское комьюнити определенно у меня не очень большой круг общения я в целом у меня всегда не очень большой круг общения я переехала туда со своей командой мы в основном коммуницируем с ними то есть мы днем работаем мы вечером сидим либо куда-то ходим либо дома просто можем посидеть посмотреть фильмы вот там комьюнити просто русская сейчас немножко разъехалась потому что лето в целом все комьюнити там разъехалось потому что летом очень жарко но мы лето там выдержали вот но в целом дубай мне очень нравится он очень комфортный какой-то спокойный такой город в общем рекомендую если что мне нравится рекомендации поехать в дубай это блогеры миллионеры ребят если что дубай вообще-то замечательное место это ну ничего плохого в дубай нет а что ты там делаешь вот что собой представляет твоя деятельность то же самое что и в москве мы снимаем курсы новые курсы мы снимаем для нашей школы мы снимаем видео в инстаграм сейчас мы начали снимать видео на youtube активнее я не очень активно это делал год назад и даже когда мы записывали на forbes capital интервью я тогда не вела youtube после этого я начала его вести сейчас как-то в дубае интереснее веселее это получается и сейчас мы планируем открывать студию это уже будет производство это будет цех то будет производство тортов лакшери сегмента можно так сказать хочешь сделать дорогие торты для премиальной дубайской аудитории все верно ринат окзамов кстати говорил мне что они не открывают в восточных таких странах свои кондитерки потому что люди по его мнению там где тепло не едят сладкое в таких количествах как мы здесь на северах не так нет очень много я слышала такой информации что арабские страны являются мусульманскими странами они не пьют алкоголь то есть ну там большое количество коренного населения и к допингам является сладкая да более того здесь в россии у меня есть например знакомые которые открывают кондитерские и они понимают что если они открывают здесь кондитерскую там обязательно должна быть обычная еда потому что у нас люди нас очень сложно иметь кондитерскую в которой только пирожные люди не приходят очень редко они приходят поесть знаешь чисто пирожные с кофе обязательно какой-то завтрак или какой-то обед хотя бы салата не съедят там это очень распространено то есть там огромное количество просто заведений со сладким а как вообще дубай тебя встретил как предпринимателя легко ли там я не знаю что счет открыть не отменяют ли там русских как-то вообще ты к этому подступалась или ты пока только stories и записываешь и прогреваешь аудитории отвратительно сложно меня в этом плане встретил дубай потому что сейчас огромное количество людей из россии из украины из казахстана приехали туда открывать счета приехали туда открывать компании потому что у нас нет возможности сейчас принимать заграничные деньги только на российский счет да а когда это случилось мы поняли что на 40 процентов обучающихся было не в россии это как англоязычные курсы которые у нас есть так и просто русскоязычные которые живут где-то это и снг это и где-то европе и в америке есть везде русские люди которые тоже обучаются у нас вот и мы поняли что какие-то люди даже не могут ты знаешь элементарно оплатить обучение до конца то есть они например взяли рассрочку на два этапа половину курса закончили и дальше не могут нам оплатить деньги чтобы продолжить обучение и поэтому мы сразу но изначально цель была в дубае это открыть там компанию чтобы иметь возможность принимать эти деньги мы это сделали но мы это делали очень долго и очень сложно и очень дорого но как бы все возможно дорого это услуги юристы или что или там надо как-то по восточному с кем-то договориться или это официально как процедуру просто официально можно так сказать официальные помощники потому что ты можешь это все делать сам и у меня есть знакомые которые делали это сами но по факту это вышло им дороже наверное, чем работа с помощниками, у которых есть как бы контакты, которые везде там проведут тебя без очереди, еще что-то. Договорятся в банке, сразу узнают все документы, которые тебе нужны, все подготовят, потому что часто бывает история, что человек приходит, ему говорят, а у тебя еще такого документа нет. Он уезжает обратно в Россию, снова прилетает, ему говорят, а еще вот этого у тебя нет, а теперь подожди столько-то, а теперь подожди столько-то. То есть, чтобы это упростить, короче, есть там специально отлаженная система. А сколько это стоило? Вот несколько тысяч долларов это стоит? Да, несколько десятков тысяч долларов. Ну, как мне сказали, мы могли сделать это сильно дешевле. Ну, знаешь, когда ты ищешь срочные, когда у тебя нет особо контактов, как ты будешь это делать, да, когда у тебя нет связи каких-то, у нас пошлось несколько десятков тысяч долларов. А вот эти ребята, это арабы, кто помогает? Нет, русскоязычные, да. Или это наши какие-нибудь соотечественники, которые наживаются на таком резком, быстром спросе, да? То есть, 2 миллиона рублей, короче, стоит открыть там счет, да, чтобы все было чики-пики? Ну, примерно. Ничего себе. Ну, это компании, компания. Личные счета, личное резиденство, можно все оформить дешевле. А вот с точки зрения быта, тебе было сложно перестроиться на климат, на людей, на то, как там все устроено? Да, в целом, нет. Там есть особенности некоторой менталитета, особенно на контрасте с Москвой, где здесь люди очень быстро все делают, им нужно много дел успеть, им нужно везде попасть. Там все делается очень медленно. У них, знаешь, чуть-чуть днем они поработали, чуть-чуть вечером, перерыв на молитву, перерыв на обед, перерыв еще на что-то. Все, знаешь, основано на фразе «Иншаллах», там, где, ну, в общем, не всегда не исполняют свои обещания, можно так сказать. Это немножко усложняет. Но если ты работаешь с русскоязычными, это, конечно, проще. Много там сейчас русскоязычных? Вот сколько там, я не знаю, у тебя знакомых. Ты не чувствуешь себя, грубо говоря, в чужой стране? Потому что вот иногда, когда приезжаешь в Дубай, кажется, что вообще ничего не изменилось. Что там одни русские в каких-то районах? Одни русские в каких-то районах, но мне кажется, что очень много приехало весной, очень много уехало, вернулось обратно. Либо уехали в другие места. А, то есть у них нормализовалось настроение? Ну, просто, как я понимаю, многие люди туда сбежали без понимания, что делать. Ты поступила совершенно не так, да? Верно? Отчасти. Ну, нет, можно сказать, что я уехала без понимания, что делать. Я сначала просто уехала, понимала, что мне нужно открывать счет, что мне нужно делать, там компанию, потом такая, блин, зачем нам просто открывать здесь компанию для счета, если мы можем здесь попробовать пожить, а вдруг у нас что-нибудь получится? Вот знаешь, есть такая точка зрения, ее там особенно старшее поколение любит говорить, вот, где родился, там и пригодился, там мы никому не нужны, нигде мы никому не нужны, кроме там России, условно говоря. Ты что думаешь по этому поводу? Если бы я так думала изначально, я бы сейчас сидела в Бердске, я бы не поехала в Москву, я бы не поехала там в тот же Новосибирск, знаешь, когда мне было 17 лет. Я не думаю, что нужно принимать этого внимания, если честно. Я уже представляю, сколько будет комментариев под этим видео, подобных, знаешь, у меня на YouTube сколько комментариев, что вот, вы там бежите, вы... А крыс из корабля, вот это мне нравится больше всего. Ты знаешь, почему людей вообще должно заботить, где я нахожусь? Я не понимаю это. То есть мне кажется, что это сидят люди. Прошу прощения, если это не так, но большинство этих людей сидит в маленьких городах без особой мотивации работать, без особой мотивации зарабатывать денег с огромными стереотипами о том, что все люди, у которых есть деньги, они их украли, они кого-то обманули, они еще что-то сделали. Они вообще эскортницами в Дубай поехали. Они поехали эскортницами в Дубай работать, да. И для того, чтобы подтверждать себе вот это, они впиваются в это мнение и не хотят его отпускать. И здесь они еще где-то услышали красивую вот эту фразу про крыс из корабля, про то, что вот вы там едете, мне еще нравится, когда пишут, зарабатывайте здесь, а тратите деньги. И вот там... Ты же тут все заработала, Полина, на наших людях, а там... Да, и вот, и всех предала. Я почему-то, ну, почему-то, когда ты ездишь в отпуск, да, там, год назад, два года назад, вообще ни у кого не всплывает такая фраза. Или когда ты просто, там, кто-то переезжал, никто об этом не думал. А здесь вот прям вот так, мне кажется, они просто это где-то услышали, и теперь за... Вот нужно кого-то обвинить, кто особенно хорошо живет, они вот это вставляют в каждый комментарий. Ну, я просто думаю, что... Как тебя заводят хейтеры, а? Да. Как тебя они заводят? Да, мне... Она ведьма, она ест сладкое, не толстеет, еще и в Дубай уехала, просто гори. Да, мы любим почитать какие-нибудь хейтерские комментарии на Ютьюбе. Блин, сори, если этот человек адекватный, он не будет такое говнище писать в комментариях другому человеку. А с точки зрения никому не будете нужны, вот ты говоришь, у тебя англоязычные курсы, да, уже звучит, ну, достаточно прогрессивно, потому что я от многих блогеров там слышу, что даже если мы переводим видео на английский язык, это не собирает такого количества просмотров, да и даже, знаешь, если в русских СМИ берут интервью иностранца и потом делают дубляж, все равно это не собирает таких просмотров, как на языке носителей. В любом случае, вот у тебя получается продавать курсы на английском, вот сравни там ваши продажи на русском и на английском. На русском, конечно, больше, потому что у нас это менталитет, это менталитет того, что женщины любят готовить, они хотят готовить, они очень рукодельные, наши женщины, там чуть-чуть по-другому, но с другой стороны, там один курс, тот же самый, будет стоить сильно дороже, потому что, когда мы озвучиваем цену примерно такую же, как в России, они думают, что мы мошенники, потому что нельзя так дешево продавать курсы, но мы ориентируемся на аудиторию здесь. Ну то есть, как пойдет, а в плане, как заходит контент, у меня по факту в Инстаграме же видео без озвучки, а не без текста, это просто музыка и точка. То есть ты никак не привязана к вот этому русскому языку, тебе можно в любую страну мира, по сути, уехать и делать то же самое, да? Ну, наверное, да. Все равно нужно немножко адаптироваться, но в целом. А 40% людей, это в основном, ну, европейцы или это Америка? Нет, 40% людей, это не все англоязычные. Не все англоязычные. Да, это просто те, кто находится не на территории РФ. Там большая часть, это все равно русскоязычные, а остальные на первом месте именно по курсу на английском языке у нас США. Американская культура кондитерских тебе не нравится, насколько я понимаю, ну то есть, ты ее прямо считаешь такой пошлой, топорной, засахаренной. Я видел у тебя обзор кондитерки из Лос-Анджелеса, где покупают тортики семейства Кардашьян, хотя, казалось бы, почему так? Вот в России что, лучше готовят что ли? Сладко именно. Или во Франции лучше готовят? В плане десертов, конечно, выигрывает Франция, потому что это историческая столица, можно так сказать. Но в плане именно тортов ты не найдешь... Вот я сколько угодно могу спорить, и очень много людей, которые не разбираются по факту, которые не так глубоко в этой теме, они будут говорить, нет, вот десерты самые лучшие, они во Франции. Но если мы посмотрим на торты, если мы посмотрим на декоры, как у нас трепетно относятся наши кондитеры к этому, такого нет нигде, как в русскоязычном пространстве. То есть, это не только РФ, но это все русскоязычное пространство. А кто у нас такие самые крутые? Назови несколько имен, где ты просто говоришь, вау, это круто. Может быть, это какие-то заведения, может быть, это какие-то вот именно подачи в каком-то месте, вот просто... Немножко сложно сейчас сформулировать, потому что это, знаешь, уже такая массовая история. Я сказала... А, то есть у нас в целом уровень, в целом уровень, очень высокий, да? То есть, я бывает, знаешь, листаю Инстаграм просто и натыкаюсь на какой-то идеально выровненный торт с очень стильным декором. Еще что-то, я вижу, что это девочка, которая живет, не знаю, в Саратове, у нее 300 подписчиков, 50 лайков на фотках, но она делает вот так, причем продает там за 3000 рублей. Давай вернемся вот в твой момент, когда у тебя было 300 подписчиков и ты жила в городе Бердск. Да. Что это за место? Маленький город возле Новосибирска, 100 тысяч человек, население. Чем там живут люди? Вообще, там есть завод, на котором работали, ну вот раньше все мои, мама, папа, бабушка, дедушка, папа не работал, вру сейчас, бабушка с одной стороны, дедушка, бабушка, дедушка с другой стороны, но сейчас этот завод не очень как бы активно ведет деятельность свою, а может и активно, я не знаю, если честно. То есть население там, оно просто не развивается, там было раньше какое-то советское производство, сейчас люди что делают? Переезжают в большие города? Переезжают, остаются там, на каких-то маленьких работах, маленьких зарплатах. Твои родители там живут? Да, они не работают. Ты купила им дом? Да. Они задействованы в твоем бизнесе как-то или? они отдыхают, кайфуют от жизни. Просто ты им обеспечила пенсию? Угу. Тебе еще нет 25, ты содержишь и маму, и папу? Да. Ну, он еще пенсию получает, не только я его содержу. У папы у меня, как у, там, особо, знаешь, опасная работа, у него хорошая пенсия, ну и я помогаю там какими-то машинами, там, вещами. А что, он на каком-то производстве работал, что он делал? Да, на авиапроизводстве, самолеты строили они. А, это в Новосибири, да, как раз? Да. Почему не переезжают родители к тебе поближе? Они хотят отчасти переехать, мама у меня, она хотела и в Москву переехать, то есть мама всегда мечтала очень красиво жить, так шикарно, знаешь, в Бердске это не очень получается, но нужно понимать, что у них весь круг общения там, и там также наши бабушки и дедушки, которых, ну, уже сложно будет перевозить, и поэтому пока что они там и будут путешествовать. В какой момент так получилось, что ты смогла содержать своих родителей и купить им дом? Ну, не буду врать, в пандемию был очень большой рост продаж и стали зарабатывать настолько, что смогла и дом, и в этот же год были машины. То есть это когда люди сели дома и поняли, что им надо как-то занимать время как-то развиваться, и тут пошли покупки курса кондитерские. Ну да, тогда все же курсы взлетели по факту. Какой у тебя самый такой был жирный месяц? Ну, больше 7 миллионов рублей было. Так, но там были и до этого жирные месяца, и после, ну, вот максимально прям, ну, вот такой был. А с чего началась вот твоя карьера? Я смотрел сегодня твой первый ролик на ютюбе, это 18-й год, но там уже очень... Красивый дом. Не-не, там уже очень хорошие просмотры, то есть нет такого, что я долистал до какой-то такой уж совсем там самодельной съемки, то есть ты дитя инстаграма. Дитя инстаграма, 100%. Что тебе требовалось для того, чтобы раскрутиться? На инстаграме? Да, да, тем более, ну, не в Москве, не в Петербурге, в небольшом городе. Я не была никогда, знаешь, есть блогеры, которые прям блогеры-блогеры, и они вот чувствуют, как активно взаимодействовать с аудиторией. Я больше, наверное, на контенте тортов вывозила, потому что я старалась делать такие торты, которые немножко необычные, чуть-чуть цеплять, плюс мы также начали активно рекламироваться. Я еще думаю, знаешь, что сыграло роль? У меня начали активно расти подписчики, когда мы уже открыли школу, и когда у тебя школа, и к тебе приходят люди, они с тобой коммуницируют, как будто, да, то есть они смотрят твои видео, ты им приятно или неприятно, и они подписываются уже после этого, мне кажется. Я не могу сказать, блин, точно, знаешь, но самый большой рост активности у меня был, конечно, когда мы сделали в студии красивый ремонт, в нашей московской студии, сделали красивую стену с золотыми буквами, начали снимать там большие сложные торты, и эти видео начали вируситься, вот тогда прям самый большой рост был. А для начала тебе что требовалось? Просто твое желание и что, и все? Ну да. И тысячу рублей на, я не знаю, на что, это вообще дорого делать тортики? Вот расскажи, базовый набор. Ну те тортики, которые мы сейчас делаем, очень дорого делать, особенно когда ты... Стартер пак какой? Что нужно для начала? Чтобы сделать торт? Ну, нет, я понимаю, завести Инстаграм. Нет, я понимаю, что нужно для того, чтобы сделать торт и завести Инстаграм, вот чтобы в этом направлении развиваться. Ты же как-то это себе спланировала с такую карьеру? Или как? Ты сравнивай то, что было 5 лет назад, какие 5, 7 лет назад, 10 лет назад и то, что сейчас. Это колоссальная разница. Я тогда ставила хэштеги под фотками и они там разлетались, там больше лайков собирали, не 200, а 500. Ну как бы сейчас это не работает уже. Сейчас там это только рилс, это только максимальный контент, там сториз завлекающий. Вот это история. Вообще, мне кажется, не имеет смысла изучать, как стрельнули те блогеры, которые уже 5 лет популярны, как набрали подписчиков. Так уже не повторить. 100%. То есть сегодня это какой-то другой путь. Что сегодня нужно делать? Снимать рилсы, я не знаю. Вот как ты сегодня продвигаешь свой контент? Никак уже? То есть у тебя уже прогретый миллион подписчиков и ты на нем кайфуешь? Ты знаешь, мне так стремно сейчас отвечать на этот вопрос, потому что все лето я супер плохо вела Инстаграм и сейчас, знаешь, экспертное мнение, как продвигать свой блог, звучит ну так себе, потому что это тяжело стало, понимаешь? Я вот все, я уже сейчас настроилась, я все дела сейчас в России доделаю, вернусь в Дубай, у меня там уже план. Ютуб нелегко продвигать сейчас, потому что там растут просмотры, там людям интересно, но Инстаграм, упали просмотры, упала статистика, ты это видишь и ты понимаешь, что это не просто так, это не потому, что ты резко там фигню начал постить, потому что людям сложно туда заходить, да, вот VPN, не все будут заморачиваться, но вот этот факт того, что у тебя падает статистика, так тебя демотивирует, потому что легко психологически выкладывать контент, когда все растет, когда ты видишь, как с каждым новым видео подписчики приходят, лайки увеличиваются, ты прям на драйве, а когда у тебя было столько, у меня не сильно упала на самом деле статистика, потому что у некоторых блогеров, я общаюсь с ребятами, я там типа в пять раз упала, знаешь, у меня там процентов на 20, может быть, упала, и когда ты видишь вот то, что меньше стало, ты сразу думаешь, ну вот что я сейчас буду снимать, у меня же больше не станет от этого, еще может упадет сильнее, и как-то нет уже такого активного желания, не знаю, что будет дальше с Инстаграмом, может быть, вообще нет смысла сейчас Инстаграм развивать, знаешь, я не могу оценить. Ты на что силы сейчас вот в контенте основной упор делаешь на Ютуб, я смотрю у тебя регулярно, он выходит, много разных видео, ты там и с мамой делаешь обзоры, очень интересные эти шорсы, но с этого есть какой-то выхлоп, я имею в виду, монетизация, или это просто промо-курсов? Промо-курсов. Промо-курсов, да? Промо-курсов, промо меня как бренда, можно так сказать, а я планирую развивать Инстаграм, я все очень хочу, если честно, перейти больше на английский язык, чтобы забыть эту страну совсем? Ну нет, ну я очень люблю, и меня реально там, вот это меня останавливает, потому что, вот мне кажется, я же люблю там пошутить, знаешь, в сторис, что-то как-то вот, особенно, то есть у меня нет таких строгих сторис, типа вот я преподаватель, то есть я пытаюсь все с юмором преподносить, и тот юмор, который я преподношу на нашу аудиторию, ну сомневаюсь, что он будет там заходить, то есть там, скорее всего, если переходить, то уже вот такая строгая, серьезная история. У меня нет планов, там, как ты говоришь, откреститься от страны, у меня родители здесь живут, у меня друзья, я приезжаю, все круто, это не вопрос, от какой страны уйти, это вопрос того, что, ну, я чувствую потолок определенный, мне неинтересно, когда я чувствую потолок, а когда я понимаю, что дальше еще со всеми этими блокировками, со всеми, я понимаю, что дальше я не развиваюсь, у меня начинается апатия, у меня начинается такое, думаю, блин, вот года идут, понимаешь, а ничего не меняется, роста нет, а я вот вдруг не все успела, и какие-то, знаешь, самые дурацкие свои мечты, воплотить, хочется попробовать, ну, то есть для меня всегда была такая история, лучше попробовать, и я бы сразу, извиняюсь, чем не попробовать вообще, вот ты говоришь, кому вы там нужны, но вот я приехала туда, я еще же ничего не открыла, по факту, для них, возможно, я открою, и реально кажется, что я никому не нужна, и все скажут, вот со своими там, типа русскими крутыми тортами, мы тут свое вот поедим, и вообще отстань, но я не буду это расценивать, как все, типа знаешь, да, конечно, все скажут, вот, посмотрела, ну, ладно, действительно, я никому не нужна, ну, а что вы там такого, ну, как бы я же проверила, ладно, нужна, не нужна, хорошо. Вообще не сложно одной жить в новой стране, или вы уже с командой там, как в лагере каком-то живете, не знаю? Слушай, ну, мы живем, во-первых, как в лагере. В доме, да, в одном, насколько я понимаю? мы живем в одном доме, там же и работаем. Во-вторых, у меня есть молодой человек, который приезжает периодически и планирует, как бы, ну, окончательно туда переехать. Поэтому, в целом, очень комфортно. Как хомячки просто, вот в одном доме встали, проснулись, начали снимать контент. Тяжеловато. А ты там этим всем руководишь, это же дико сложно. Вот, со стороны выглядит, как просто, да, работа мечты, все классно, не надо никуда ходить, но по факту, это надо быть таким самоорганизованным человеком, ты вот такая дисциплинированная. Вообще нет, очень сложно, очень сложно. Есть проблемы, есть проблемы с производительностью, но это же челлендж, ну, прикольно попробовать. Опять же, если мы попробуем, как мне все говорили, это плохо, там, не пробуй так, не надо так ставить. Я вот пробую сейчас, да, если получится круто, там, через год я пойму, что история отличная, супер, не получится, скажу, ну, ладно, я попробовала, иду дальше. Ну, это сложно, это правда сложно, поэтому я сейчас хочу делать все-таки отдельно производство, чтобы там можно было работать и дома просто жить. Вы живете втроем? Да. В четвером? Втроем. Кто вот в твоей команде? Мои помощники, вы можете их видеть в моих видео на YouTube. Они супер харизматичны, как ты их выбирала? Факт. Слушай, мы давно уже, то есть с Лешей, мы работаем три года. Что он делает? Он супер, он кондитер, он кондитер, он супер техник, когда я прихожу с какой-то идеей, странной, типа, я хочу торт в виде того-то, он помогает продумывать, как он будет крепиться, что в каких местах будет расположено, как будут зафиксированы опоры. Плюс Леша очень, вот знаешь, если я такой творческий человек, креативный, как по дизайну, я могу знать, где там маленькие детали разместить, он может все там супер ровно сделать, супер ровно выровнять, вот такие вот дела он делает. То есть мы с ним, как команда, работаем вместе, можно сказать. А Василина отвечает за съемки, съемки курсов, планирование, все такое, все организационные моменты. Ты продумывала, как продюсер, что это будут такие полноценные персонажи, потому что вы со стороны выглядите, как такие, ну, что это четко спланировано. Такая забавная Василина и парень-кондитер, что тоже типа необычно, и у вас такое крю. Да, это случайно получилось. Я их еле затащила в кадр, они не хотели. То есть сначала, когда они чуть-чуть появились в первом видео, было очень много там каких-то комментариев плохих. И Василину это задело, ну, как бы не то, что, да, это ее задело. Она сказала, вот они там сами все плохие, но она не хотела сниматься больше. Потом она собралась с мыслями, сказала, да, мне пофиг вообще, и я вот, чем больше хейта, тем больше, значит, внимания, и я все равно, я крутая, и я покажу им, что я крутая. И поэтому вот так получилось. Ты заметишь, что они даже не сидели со мной на видео, хотя я, ну, изначально была такая идея. То есть это не было такого, как писали в комментариях, типа, вот одна сидит, остальные там что-то ходят. Они не хотели. Леша там вообще что-то ходил, знаешь, вот с этой полголовы в кадре. Ну, вот такие они, но я думаю, что это со временем придет, и мы как-то потом... То есть ты хочешь это вот как-то разрастить персонажей на своем канале? Как получится. Не знаю. У тебя нет такой вот какой-то стратегии? Ты на ощупь, да, выдвигаешься? Слушай, мне кажется, с одной стороны, я смотрю, у меня там на некоторых видео, на некоторых разборов под миллион просмотров, но все равно мне кажется, что это так небольшое такое какое-то количество. А кто вот из кондитеров? я не знаю. У нас, мне кажется, есть такие школа кондитеров на ТВ, вот, а в соцмедиа, мне кажется, не знаю. Ну, я же не с кондитерами себя сравниваю, я сравниваю себя с блогерами. Я же не делаю для кондитеров. Ты же не кондитер, и ты это смотришь. Я стараюсь делать, чтобы всем было интересно. А если так действовать, то надо сравнивать себя для тоже массовых блогеров. Мне еще далековато немножко. Ты уже упомянула, надо задать этот золотушный вопрос, конечно же. Так. У тебя есть парень, да? Так. Ты переезжаешь вместе с ним в Дубай, на совсем? Ну, что значит на совсем? Еще раз перефразирую. Я имею в виду как бы это уже твой будущий муж, или как это? Можно так сказать. Да? А он рэпер? Или он не рэпер? Не рэпер. Нет? Уже не рэпер? Не был рэпером. Не был рэпером? Что ты вешаешь по словам рэпер? Я имею в виду, что он занимается музыкой. Занимается музыкой. Да? Да. И как вот два творческих человека могут вместе ужиться? По сравнению с ним я не творческий человек. Да? Серьезно? Да. Я очень, знаешь, такой расчетливый человек. Я прагматичный человек. Творческий человек он. Поэтому у нас баланс, можно сказать. Я почувствовала, что я вообще не творческий человек рядом с ним. А, то есть ты почувствовала, что ты очень организованный и бизнесовый человек, да? Сто процентов. А вы скрываете как-то свои отношения? То есть это, ну, это ваше личное пространство, внутренний мир? Ну, не то, что скрываем. Мы просто когда-то решили, что мы не будем это афишировать на камере, в интернете, я бы так сказала. Просто как-то, ну, вот раз, то есть когда мы куда-то вместе ходим, мы не скрываем, мы не делаем вид, что мы друг друга не знаем. Но в интернете как-то вот раз не начали показывать, так и вот не продолжаем показывать. Вот. Сложенное немножко. И как тебе с рэперами дружиться? Классно. Вообще, что это такое? Вот, я заметил, что люди, которые занимаются правильным каким-то питанием и неправильным, их тянет. Вот Саша Ноякова с Ведуком, ты с рэпером. Почему? Они поэты нового времени, чем вот они цепляют? Стихами, я не знаю, чем. Я думаю, это просто одна какая-то... Айза Далматова опять же любит рэпер. Слухом, мне кажется. Просто когда я творческая, это же не вопрос, музыка, не музыка, еще что-то. Я творческая, я в интернете. Они тоже по факту в интернете, медийность какая-то. И на этом проще познакомиться. Я думаю, вот так. Вредными привычками они тебя не заражают? У меня музыканты без вредных привычек. Да? Серьезно? То есть сейчас они уже не те, не те, что из группы «Центр» 10 лет назад. Это все зожники. Ну кто-то те. Я бы не сказала, что прям зожники, но я пью алкоголь. Мой молодой человек не пьет алкоголь. Даже вот настолько, понимаешь? Я нашел в твоей биографии подробность, что ты проходила курс бизнес-молодости. Это было в Новосибири еще, правильно? Угу. На каком ты была курсе? Где учат продавать овец, которых не существует? Или что? Потому что я тоже однажды, лет 10 назад, был на таком курсе. Что тебе это дало? Базовый курс у них, цех он назывался. Такой, да, это было в Новосибирске. Тебе как-то вот помогло? Это направило тебя на правильное вот деятельное русло? Или ты подумала, что какое-то это пустое инфо-цыганство? Я не подумала, что это пустое инфо-цыганство, потому что тогда не было это так распространено. Мне было 17 лет. Я была ребенком по факту. Конечно, сейчас это все выглядит странно. И все их формулировки какие-то выглядят странно. Я думаю, что это все-таки что-то дало, потому что они давали какую-то базу, знаешь, очевидных вещей. Для меня сейчас, например, это очевидные вещи. Но тогда это какая-то база, выжимка из книг, из еще чего-то про то, что работа, ищи круг общения, без разницы в какой-то среде, без разницы еще что-то. И тебя это как-то прощелкивает, и ты думаешь, блин, реально, я же могу это сделать. Потому что когда мне было 17 лет, и ты живешь в Бердске, и у тебя все твои друзья там собираются идти на бакалавриат, а потом на магистратуру, тебе сложно вообще понять и принять решение что-то делать. Ну вот тебе кажется, что все вот так. И да, есть там какие-то люди популярные, которые чего-то добились, но они где-то там, а ты здесь. И как вообще, вот я приеду, кому я нужна, как ты говоришь, да, сейчас, кому-то там нужен, что делать. И они как будто дают чуть-чуть веры в это. Ярлык на меня этот повесил. Я вообще, я только вообще за наших везде, а не то, что кому-то там нужно вот ты говори. Ну я, хорошо. И, то есть, это рассчитано на совсем не подготовленных людей, да, условно говоря. То есть, не надо со своей колокольни, находясь там, условно, в центре Москвы или Питера, рассуждать, что это какой-то корм для лохов. Ну а что нам сейчас рассуждать, если они закрылись два года назад, во-первых, да, все, их больше нет. Ну их дело живет, условно говоря, этих курсов, самых разных, мотивационных, их очень много. И вот такая позиция. Одни говорят, что это там обман, что они там вытаскивают из людей деньги, другие говорят, что это лучше, чем ничего, условно. Слушай, я бы разобрала это на примере Блиновской сейчас. Так, начнем. Я против того, чтобы на любой вот такие вещи говорили, что это обман, это ужас, это там какая-то жесть. Если ты понимаешь, что это обман, не иди туда. Но при этом, если другой человек идет туда, ему это помогает, почему бы ему это не сделать? У меня есть знакомая, которая обожает Блиновскую, которая реально считает, вот она была в декрете и послушала Блиновскую, и открыла свой бизнес, и у нее все супер, и она реально верит во все эти энергии, вот во все, и ей это помогает. Если какому-то человеку, вот вопрос тебе, если какому-то человеку другой человек дает плацебо, не будем это, да, соединять как-то, просто отдельная история, и это плацебо помогает этому человеку. Виноват ли первый или нет? Вот скажи, пожалуйста, если ему помогло. Сложная такая история, потому что, мне кажется, знаешь, ну, если помогает, то и хорошо, да, любыми средствами, вот, но с другой стороны, продавать плацебо, это тоже такое себе, да, занятие? Ну, с другой стороны, блиновская, знаешь. Перед самим собой как-то это? А если ты помогаешь другим людям, по факту? А у меня есть к ней, как сказать, негатив только на тему того, что там у нее были какие-то курсы против бесплодия. Ну, вот здесь откровенно, да, обман, назовем это так. Ну, какая-то, пахнет какой-то фигнёй. А что за курсы против бесплодия? что-то было у нее такое, возможно, я ошибаюсь, но реально, курсы по зачатию, как зачать ребенка, вот такое там, духовно поверить в себя, вот что-то такое было. Вот это прям жесть, я считаю. А если это курсы, где ты говоришь там, настроитесь, уберите вещи, расслабите голову, и человек там может себе это позволить, потому что, опять же, это не стоит бешеных каких-то денег, стоит 3 тысячи рублей, и там кому-то реально это помогает, ну окей. То есть чуть-чуть самообмануться за 3 тысячи рублей можно, если тебе это помогает. Но, опять же, если это для тебя нормальные деньги. Ну, как какой-то бутылки алкоголя, да? Хороший забыться, если тебе это помогает. Если это для тебя нормальные деньги, потому что, да, для Москвы это считается, в кофемании поесть один раз, а для кого-то там, в дальнем регионе, это занять. Здесь тоже надо оценивать так. Не знаю, не могу, короче, дать четкий ответ. Ну, мне очень понравилось, у тебя есть видео в Ютьюбе, где ты тоже вот учишь людей, как продавать. Реально? Ну, как продавать свои услуги. Ты говоришь, откройте закрытый аккаунт, начните делать это. Какие у тебя были отзывы на этот ролик вообще? Я вообще не понимаю, какой ролик ты говоришь. У тебя есть видео на Ютьюбе, где ты говоришь. На Ютьюб-канале. Ну, это скорее всего видео пятилетней давности, которое я даже не помню, за что я там говорю. Где ты говоришь, что нужно для того, чтобы начать. И ты там говоришь очень простые вещи. Постите в основной аккаунт, а не в закрытый, потому что там ваша целевая аудитория. Знаешь, у нас иногда люди на курс, вот это очень, мы же делаем массовый курс, по факту, даже по кондитерке. И у нас иногда люди, без шуток, не знают, как миксером пользоваться. У нас люди не знают, как поставить аватарку в Инстаграме. И вот здесь приходится какую-то середину находить, знаешь, чтобы и не совсем был, знаю, видео, это же бесплатное видео, по факту было, про которое ты говоришь, а ты не курс. Чтобы не говорить о том, как зарегистрироваться в Инстаграме, да, не такое, и не рассказывать про то, как настроить там трафик, более сложные вещи. Какую-то середину ты находишь. И все равно ты оттуда получишь немножко хейта о том, что все слишком сложно, и оттуда о том, что все слишком просто. Вот как-то вот пытаемся балансировать. Так же, как с курсами по тортикам. Короче, мне как-то писали, причем где-то в обсуждениях, о том, что у меня какие-то такие сложные рецепты, там ганаш готовится два дня, там вообще суперсложно. При этом, когда даешь простой крем, все говорят, что так просто, я это и сама могу. И вот здесь вот, знаешь, пытаешься поймать вот этот баланс. Слушай, вот в прошлом интервью ты говорила, что вы на один торт потратили три недели. Это до сих пор рекорд? Что вы для съемки делали какой-то торт три недели целых? Это не то, что торт. Никакой торт у тебя не простает три недели, он умрет у тебя. Это, скорее всего, шоколадная какая-то была скульптура, я не помню, если честно, про что я говорила. Колесо обозрения, что ли? Да, мы его так и не доделали, кстати. Надо заново делать, я все хочу. Прикольная идея была. Просто это не так, что ты три недели каждый день приходишь и восемь часов, знаешь, с ним работаешь. Нет, ты там что-то поделал, на следующий день другое делаешь, потому что ты не можешь на три недели заниматься одним тортом. Просто в общей сумме это вот столько вышло. Ты говорила, что хочешь сделать Россию такой кондитерской столицей, а что для этого нужно? Победа в каких-то международных конкурсах, попадание в рейтинге Мишлена, вот какие шаги надо предпринять? Или там самое большое количество подписчиков, как ты это себе видишь, например? Мне кажется, что международные конкурсы уже не работают. Да, это ерунда все. Я думаю, что это все сейчас делается социальными сетями. То есть это самая главная валюта? Конечно, потому что Инстаграм видят все, Ютуб видят все, Тикток видят все, кроме России сейчас, да, Тикток мы не видим. Кроме Роскопнадзора. Да, кроме. Кто там выиграл Мы опалываем себя. Кто там выиграл на каком-то последнем конкурсе, то даже я не знаю. А это видно, понимаешь, на весь мир. Твое любимое вкусовое сочетание в тортике? Что-нибудь с кислым, с лимоном или с малиной, вот такое. Самый пошлый торт? Самый типа попсовый ты имеешь в виду? Пошлый, вот чтобы ты сказал «Ок, обезкусица». Ну это по декору только я могу сказать. По начинкам все ок. Когда ты последний раз испытала оргазм от сладкого? Потому что я знаю, что люди, которые занимаются кондитерским делом, их хрен заставишь вот эта вот рубрика «А давай попробуем вот это, а давай попробуем вон то». Потому что когда я сказал там Ренату Акзамову, что типа «Давайте попробуем несколько видов тортиков», он говорит «Чувак, я не могу, мне приходится в денег пробовать 300 раз, я постоянно меряю сахар, пожалуйста, давай без этого». И ну все смешивается, да, все смешивается. Я не знаю, сколько видов ты, наверное, тортиков пробовал, это, наверное, сотни разных. Вот как, что тебя из последнего удивило? Вот мне кажется, что последний раз, по крайней мере, из того, что я помню, это было на обзоре, когда мы снимали последний наш обзор дубайских кондитерских, популярных, вот я помню, что я прям кайфанула там от трех десертов. Это был кофейный, муссовый, муссовое пирожное из Каю, это был чизкейк из Чаприани и еще что-то, или не было, или два было прям крутых. Вот. Сколько стоит чизкейк в Чаприани? Сколько мы считали? Около двух тысяч рублей за кусочек. Крейзи, да? Вообще с ума сойти? Ну, это Дубай там нормальная цена. Насколько в Дубае дороже, чем в Москве? Про Москву говорят, что дорогой очень город, очень дорогой. Если мы берем основные затраты, это жилье и еда, я думаю, раза в полтора будет дороже. Но какие-то вещи там дешевле. Например, автомобили там дешевле. И, ну, еще что-то дешевле наверняка. Ну, ты, наверное, деньги на зимнюю одежду, да? Факт, на зимнюю резину. На зимнюю резину. На отопление. На кондиционеры, правда, тратишь. Тут как бы... Слушай, а я видел, ты пару раз там флектила у себя в сторис, то на Rolls-Royce на каком-то, то на Maybach. Это арендные тачки или ты себе там купила уже что-то? Я не купила себе машину. Мне нужно для этого получить права сначала. Там, чтобы я могла купить машину. Потому что я стала резидентом не так давно. Ты стала резидентом Дубая? Президентом, да. И я не могу там водить по международным правам. Мне нужно теперь получать там права. Это какое-то нововведение, да? Не знаю. Но когда я туда приехала полгода назад, я уже об этом знала. А свою машину ты продала? У тебя была такая шикарная, купленная с курсов Audi, Q8, да? RS-Q8. Было больно расставаться? Очень. Да? Для тебя это важно? Ты вообще любишь погонять? Мне нравятся классные машины, комфортные машины. Мне очень нравилось, но я ее очень выгодно продала. По факту на 15% дешевле я могу взять там же новую такую машину. У тебя еще приотготовка? Потому что, когда я посмотрел твое интервью другое, где ты говоришь, ну я в 15 лет очень любила готовить тортики, ну и решила всю жизнь их готовить. Я думаю, офигеть. Типа до сих пор заводят? Надо делать паузы. Надо делать паузы. После пауз это помогает. Либо чуть-чуть менять. Например, вот если я занималась Инстаграм все это время, сейчас я поработала с Ютубом, я выдохнула и вдохновилась дальше на Инстаграм. А если ты постоянно, 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 наверное, есть люди, которые так могут, но сложно. То есть ты выгорала? Выгорала, знаешь, в первую очередь в плане идей. Когда ты вроде бы уже все попробовал, все, что было у тебя в голове, нового не приходит, и ты еще, блин, боишься, понимаешь, когда ты снимаешь какие-то очень крутые торты, которые залетают, и ты боишься, что следующий торт, он так и не залетит, потому что тебе-то хочется всегда еще круче результат давать. И ты такая, блин, ну вот, и уже, да, там, когда ты продумываешь идеи, ты думаешь, так, ну это прикольно, но это так не залетит, надо еще дальше. И вот ты, короче, насилуешь мозг свой в поиске вот этих вот идей. Ты зависима от лайков? Сто процентов, конечно. Скажи, что блогеры, они, в принципе, ненормальные люди, потому что это влияет и на ментальное здоровье, и на психологическое состояние. Сколько я видел этих брошенных тиктокеров, сошедших с ума в наркологических клиниках, когда их откачивали за неимением лайков, понимаешь? Особенно, когда это же дети, они же маленькие, и это реально тяжело. И когда там, еще же чем быстрее взлет, как правило, тем резче падение. Чем больше силы, тем больше ответственности. Да, я думаю, очень грустно, когда, знаешь, какой-то парень резко становится популярным, случайно, ну или девушка, а потом не может это удержать, и мне кажется, что это очень сильно влияет на ментальность. Ты испугалась, когда Инстаграм заблокировали? Нет, кстати, я думала, разберемся, будет по-любому работать как-нибудь. Ну, вообще, у меня было спокойствие. Ты на, ну как, не на лейбле, а в продюсерском центре Кирилла Дитинка подписана, как один из блогеров, как я понимаю, и это для того, чтобы продавать стороннюю рекламу, да, всякое такое. Что-то движется вообще с 24 февраля в этом направлении? Есть ли какая-то реклама, что вот с этой точке зрения? Не могу тебе ничего не сказать по этой теме, потому что мы до этого особо не двигались, потому что у нас было несколько предложений по рекламе. Не очень, короче, они мне подошли, и... То есть это ты капризничала? Это я капризничала. И мы поняли, что мы вкладывали большие деньги на рекламу нашего аккаунта. И на тот момент это была реклама у блогеров, это был Таргет, это было еще что-то. И да, ты вложил деньги, тебе приходят люди. А если они к тебе придут и видят рекламу у тебя в Инстаграме, да, каких-то левых продуктов, да, там, не знаю, не будем марки называть, то... Я наверняка могла гораздо больше продавать, если бы ты стала такой народной, как народный, там, кондитер. Ты считаешь меня не народным человеком? Мне кажется, я достаточно народная. Нет, я считаю, что ты задаешь высокую эстетическую планку, вот, а если ее снизить, ну, грубо говоря, там, сделать попроще, то можно еще как-то расширить, упростить, знаешь? Я не... Просто я не создаю эстетическую планку специально, чтобы там, какое-то ядро себе выделить. Я создаю эстетическую планку. Меня вдохновляет делать Инстаграм, свои видео еще красивее, еще круче, знаешь? Как-то делать хуже, ну, зачем? Это и просмотров меньше соберет, лайков, ну, как мне кажется. Ну, и плюс, мне не будет нравиться. И поэтому вот так. А, кстати, это только в Инстаграме у меня так. Я же не только в Инстаграме двигаюсь и продаю, у меня есть еще, например, ВКонтакте, там, где все ближе к народу, можно так сказать. Там нет вот этого выверенного чего-то, и там другая аудитория, как мне кажется. Ну, более массовая такая. И, ну, и окей. Просто в Инстаграме, блин, хочется, чтобы все было красиво. Высшее образование, оно у тебя есть? Нет. И не будет? Или будет? Пока не планирую. Если просто захочется мне какую-то сферу взять, я думаю, что я возьму ее конкретно, потому что пять лет, я не могу учиться как-то, знаешь, посредственно. Вот так, знаешь, ходить. Я лучше не буду ходить. Я начинала два раза учиться. А где начинала? Это был НГУЭУ в Новосибирске. Это Новосибирский главный университет. Да. Очка была. Ну и все, две недели я походила, и все, и ушла. И это был Мирбис, по-моему, назывался. Здесь я уже решила, короче, вдруг мне понадобится когда-нибудь там MBA или магистратура или еще что-то, получу как-то там образование вот это. И потом я поняла, что мне неинтересно как-то учиться. Вот ради корочки, потому что я понимаю, что эта корочка по факту все-таки нахрена мне нужна. Как-то все равно тратить даже, знаешь, там месяц в год. Ну зачем? Что бы что? Неинтересно. Не чувствуешь у себя недостатка знаний? Или вот как ты эту проблему решаешь, когда ты думаешь, так, вот в этом я не разбираюсь. Просто гуглишь, углубляешься, говоришь там с людьми, кто разбирается, как ты вот это решаешь? Нужна ли тебе какая-то профессия? По сути, ты предприниматель и кондитер. И во всем самоучка. Верно? Да. И дофига успешная, как мы видим. Какой вывод делают люди, что учиться не нужно в университетах? Так? Или не так? Блин, я не хочу просто обобщать это и говорить, что университет это плохо, потому что это плохо не для всех. Ну да, если ты врач, тебе по-любому надо учиться. Но просто надо... Я понимаю, что я всегда говорила о том, что, знаешь, ну вот как хотите, смотрите сами, потому что я не хочу, блин, чтобы кто-то, какой-то раздолбай, сидел и такой, да, вот я так и знал, что универ это фигня, и бросил, и потом, ну, ничего у него не получилось. Я не хочу брать эту ответственность за себя. Каждый человек должен сам за себя и нести ответственность и понимать. Я считаю, что очень сложно найти сейчас такое образование высшее, которое будет непотраченным временем. Но я не углублялась в эту тему так сильно, чтобы это точно сидеть и утверждать. Ну, наверное, может быть, есть такое. Кто-то реально, есть люди, которые говорят, блин, в универе было классно. Опять же, я тот человек, который с детства, знаешь, я хотела быть взрослой, я хотела брать ответственность на себя, я хотела поскорее вырасти, да, там, мне неинтересно было это все, тусовки, не тусовки. Я сразу, я вышла из школы, я начала зарабатывать деньги себе на жизнь. Не всем это надо, не все это хотят, и это не обязательно, знаешь, должно быть. Кто-то хочет потусить эти пять лет, почувствовать студенческие годы, покайфовать, пожить в общаге, и кто-то не готов просто ментально сразу выходить из школы и начинать работать. Ты не тусила безбашенно там в 17-18 лет? Ну, тусила, ну, как-то скромно. Ну, просто я тусила, и при этом я все равно хотела работать. У меня не было такое, что я ничего не хочу делать, я хочу кайфовать, никогда не было. А на кого ты смотрела в этот момент, да, потому что, ну, родители твои не, ну, не бизнесмены, да, условно говоря. Откуда у тебя это такое желание? От, я не знаю, фильмов, которые ты смотрела там и видела эту красивую картинку в американском кино? Или, я не знаю, телевидение? Или недостаток культуры или культурных событий в твоем родном городе? Вот серость, тусклость? все вместе. Не знаю, не могу конкретно. Ну, вот бизнесмолодость я смотрела еще. Понятно, Петя Осипов все-таки, все-таки, Петя Осипов. Вот, ребята, покупайте курсы бизнесмолодости. Ну, может, это как-то в обществе. Тогда же уже Инстаграм появлялся, понимаешь? Он уже тогда существовал. И ты видишь в Инстаграме, как какая-то девочка ходит в ресторан, и у нее какая-то сумка красивая. Так. А кто-то ездит на машине, а ты живешь, и тебе светит через 5 лет зарплата 50 тысяч. Понимаешь, что вообще что-то не сочетается у тебя? Ну, как-то, и ты такой, блин, а что делать, а что делать? Это даже не то, что мне хотелось так жить, чтобы я работала и была успешна. Нет, мне хотелось вот результат этого. То есть мне хотелось поскорее обеспечить себя, мне хотелось поскорее не зависеть, мне хотелось поскорее эту сумку купить, знаешь, и с ней ходить. Ты же шмоточница вообще? Ну, отчасти, но я сейчас стараюсь более осознанно к этому подходить, знаешь, там, по надобности. был у тебя такой срыв, когда ты почувствовала, что ты вот заработала и купила себе вот что-то? Я сейчас понимаю, что я всегда достаточно рационально относилась к деньгам, и я... Это ты себя все с реперами теперь сравниваешь, да? Да, 100%. Что ты очень организованная, очень рациональная. Рационально сейчас, да, на контрасте я поняла, то, что каждый раз, когда там я уже зарабатывала миллион рублей, я там сумку за 100 тысяч рублей вот так вот не покупала. Я думала долго покупать, не покупать, еще там же потом, все, ладно, все, я готова. То есть не было такого, что я, типа, знаешь, миллион заработала, пошла ролик закупила. Я осознанно как-то, ну, женщины, они такие бережливые, понимаешь, все по полочкам должно быть. Хотя не все, наверное, да. А при этом вот свое развитие там вот сотрудников ты легко нанимаешь? Или это тоже все очень у тебя продумано? В развитие, наверное, полегче сейчас я вкладываю. Даже знаешь, нам сколько было, трат в работу было гораздо больше, чем в себя таких неосмысленных. Мы за месяц до отъезда я решила, что нам нужна лампа для карамели в студию. И мы что-то там потратили, да, мы потратили там 100 тысяч рублей на эту лампу и ни разу ее не использовали. Лампу? Я думал, лампу. Не-не-не, лампа, лампа. Такая вот штучка, знаешь. Для свету лампа. Нет, для карамели. Она нагревает, и ты работаешь с карамелью. Там можешь всякие штучки делать, да. И даже мы ее купили в январе на Новый год, и в итоге она у нас стояла, мы ее дальше не научились пользоваться, мы уехали, она здесь осталась, и как бы не очень-то она нам оказалась и нужна. И вот таких вот вещей было много, знаешь. Тебе сейчас пришлось купить, в Дубае я видел какой-то специальный мини-венчик с холодильником, да? Ну, я не купила его еще. Это когда у нас будет студия, придется, да, покупать. То есть там есть такие издержки из-за жары, да? Да. Что там невозможно просто... А вот сложно работать в таких погодных условиях? Я просто не могу, когда там при 40, вообще что-то делать на улице, только под кондиционером дома. В Дубае очень сильные кондиционеры, и я никуда не выхожу из дома в майке. То есть у меня обязательно что-то сверху должно быть, знаешь, типа рубашка, какая-то кофта, потому что во всех торговых центрах, помещениях, кафе очень холодно. Они жестко любят кондиционеры, и у нас дома очень холодно, поэтому, ну там, быстренько дойти до машины тебе нетрудно. Поэтому окей. Торты на заказ сейчас ты не делаешь? Пока что нет. Ну вот собираемся в Дубае делать. А был какой-то вот невероятный интересный заказ, который ты можешь выделить? Наверное, нет. Это было так давно уже. Ну то есть мы последний торт на заказ закончили делать два года назад где-то, потому что мы поняли просто, что не увозим. У нас в Москве маленькая студия, у меня было не так много людей, и тогда как раз это было время, когда я набирала в контенте, знаешь, вот просмотры, вот это все. И я такая, блин, сделать торт на заказ, его сейчас отправить, и во столько денег получить? Или я сейчас сниму классное видео, и оно наберет больше просмотров, и больше подписчиков, и там больше аудитории на курс, ну, конечно, перевешивает первое. И поэтому я как-то решила на стоп поставить, но все равно, и я думала, что я, может быть, и не вернусь к тортам на заказ. Но все равно, знаешь, у меня болит чуть-чуть душа, мне хочется вот этим позаниматься все равно, как к кондитеру вернуться к этому. То есть ты еще кайфуешь, да? Потому что, ну, со стороны ты все думаешь, что так легко вообще там, типа, тортик, шмортик. Сколько вы снимаете один торт? Ну, дня три, наверное. Ну, дня три мы снимаем один торт. Но это потому, что сложность съемки, сложность декора. Декор, конечно. Надо понимать, что каждый раз, когда мы делаем декор для видео, мы его делаем в первый раз. И мы до этого это не делали. И понятно, что что-то не получается. Что-то готовить, ну, не так, как хотелось бы. И знаешь, вот как-то перед отъездом из Дубая я придумала сделать определенный торт. Вечером я улетаю, днем я быстро его доделываю, и я понимаю, что у меня получается какая-то фигня. Я его разбираю, убираю в морозилку, уезжаю, и вот он до сих пор у меня стоит в месяц в морозилке, и я до сих пор не придумала, что мне с ним делать. Я, возможно, приеду, я еще что-то поделаю, мне опять не понравится, я его снова разберу, и снова вот буду думать, что с этим делать. А если вот это пропадет, и ты будешь, так знаешь, просто как станок, вот записывать видео там, не вкладываясь никак в креатив, как ты думаешь, эта магия улетучится? Думаю, да. Но в этом проблема иногда, да, мои ребята, которые отвечают, да, там за конверсию, за менеджмент, маркетинг, новые лиды, они бы очень хотели, чтобы я хотя бы как станок это делала, потому что это лучше, чем никак, как они думают. Но у меня не получается так. У меня нет энергии снимать видео посредственно, потому что я отношусь к этому как к творческому процессу, и мне сложно. Ну, то есть у меня на первом месте кайфовать, а на втором уже… Нет такого, что приходится себя вот просто вот выжимать, и не хочется совсем, но типа надо для регулярности, там, чего-то там. Ну, бывает, конечно. Как-то там. Что ты в этот момент делаешь? Идёшь, я не знаю. Ну, выжимаю себя, что делать? Ну, просто иногда, когда ты уже там месяц что-то не выкладывала, а ты сидишь, и ну нет, у тебя иди, приходится выжимать. Приходится, ты знаешь, ходишь неделю, там вот так крутишь, крутишь в голове, что, какая идея, что сделать? Ну, приходит, а что сделаешь? А мотивация у тебя какая сейчас? Что ты хочешь ещё что-то закрыть в материальном плане, построить огромную компанию, потому что, ну, по факту, можешь просто ничего не делать, офигенно жить в Дубае, и… Ну, не могу. Полгода можешь точно, я уверен. Ну, полгода, окей. И чего мне эти полгода дадут? Ну, типа у тебя не было такого соблазна, что ты просто вот там ничего вообще не хочу, хочу путешествовать, узнать себя. Просто я знаю кучу людей, которые там заработали какие-то небольшие деньги, и им уже снесло крышу. Да и у нас полстраны, знаешь, когда там в сельскохозяйственном бизнесе или в стройке, когда людям дают предоплату, ну, например, 20 тысяч рублей, и они уже потом не выходят на работу и уходят в какой-то загул. И это нормальная наша… Ну, она не нормальная, но это наша черта, ментальная. Вот. А тут как бы люди смотрят и думают, вау, вот это она там зарабатывает. Чего тебя мотивирует? Я просто… Мне скучно не работать, мне скучно ничего не делать. Да. Это иногда кайфово, пару денёчков, но я понимаю, когда неделю я не могу работать, я не могу там что-то делать интересное. Вот, например, когда я переезжала в Дубай, ко мне же не сразу ребята приехали. То есть сначала там месяц я, грубо говоря, обустраивалась, искала жильё, искала ещё… Мне прям было тяжело. Я понимаю, что я ещё долго буду работать, потому что я от этого получаю довольный. Я чувствую вину какую-то, знаешь, перед собой, когда прошёл день, я ничего не сделала полезного. А так ты понимаешь, что ты не просто там пользу сделала, а я дома убрался у себя или там вещи сложила, а тут у тебя польза глобальная наперёд. То есть ты как будто заботишься ещё о своём будущем. Даже не обязательно в финансовом плане или в плане развития компании, в плане опыта. То есть даже если ты сегодня сделал вот этот торт, который у тебя не получился, и в итоге ты его там, не знаю, выкинул или всё, ты не будешь, не вернёшься к нему, то этот день был с опытом. Ты поймёшь, что вот так уже у тебя не получится. И какая-то польза вот от этого будет. И ты вечером придёшь и такой, я что-то хорошее сделал сегодня классно. Без этого, то есть пустота? Ну да, как-то скучно, как-то начинаешь. Типа амбиций много, амбиций ещё дофига. Знаешь, то, что я там вот столичка купила себе и... Хочешь, короче, всемирную империю Паулин Кейк? Блин, ну да, это даже... чтобы Пятая авеню... Хотелось бы, Диамонт, Наполеоны, я не знаю, Елисейские поля. Конечно, какую-то там мировую сеть, мировую имя и ещё что-то. Ну хочется, даже хочется не то, что сделать это, а попробовать. Ну прикольно же, вдруг получится, а если не получится, то я буду знать, вот я сделала и не получилось. В быту ты встречалась вот какую-то отмену русских за границей, чтобы как-то тебя там где-то толкнули, задели, или там сказали ай-яй-яй. Слушай, ну я не ездила в такие страны, наверное, где это было. Я знаю, что было это в каких-то странах, в Дубае в целом нет. В Дубае всё было нормально с этим, потому что очень много русских. А экономику-то, кстати, как-то проходил, какие-то курсы по экономике? Или тоже всё на ощупь? У тебя есть какой-то человек, который тебе там советует, как что сделать, куда там перевезти бабки, как их сохранить, там где открыть всё. Ну, что-то по чуть-чуть, знаешь, типа я где-то знакомлюсь, и у нас вот есть директор нашей как школы, который находится. Он в Новосибирске, да, со всеми управляет. Он очень круто разбирается в инвестировании. Он мне чуть-чуть советовал. Ну, сейчас закончились деньги на то, чтобы инвестировать, потому что всё пойдёт в производство Дубая, и ну как-то уже и не посоветуешься. Курсы начались с того, что я их начала делать сама. У меня был знакомый, который занимался вообще другими вещами. Мы с ним познакомились на бизнес-молодости. Вот. И он был как бы моим наставником. И я ему рассказала про эту школу, которую я на тот момент сама уже сделала, сама набрала группу, сама всё сделала. Он такой, блин, прикольно, давай-ка я тебе помогу набрать лиды, новые группы. И мы начали работать вместе. И он начал брать на себя какие-то там сложные вещи, которых я не разбиралась. Я занималась творческой частью, он занимался вот этой частью. У тебя есть друзья-казахи? Есть. Парочка есть. Да? Да. Как тебе они? Классные ребята. Почему среди них столько талантливых, офигеть, каких людей в музыке, в творчестве? Ты поняла вообще вот там Иман Бек, куча других разных артистов? Что за феномен? Что в них такого? Не знаю. Не поняла. Может быть, это потому что... Короче, когда я начала заниматься кондитерской деятельностью, очень много моих знакомых начали заниматься кондитерской деятельностью. Даже не то, что знакомых, а знаешь, те люди, которые меня как-то знали, они такие, ой, я тоже попробую. И одной из них была Василина, которая сейчас живёт со мной в Дубае. И, возможно, просто люди, когда там появился скриптонит, появились ещё какие-то люди там, кто снимает клип, там очень крутые есть, да? Что ты смеёшься и понимаешь, что за улыбочка у тебя странная? Не знаю, мне нравится обходить это имя. А они начали впитывать, понимаешь, вот эту информацию и такие, о, оказывается, вот так можно и попробовали, и много получилось. Тебя изменила Москва? У нас возрастила я. Блин, я сюда приехала, мне было 19 лет, 20, сейчас мне 24. Я не знаю, что меня изменила, Москва или нет. Просто, ну, поменялся, понятное дело, взросле стал, умнее, наверное, или не очень. Ну, классный город же вообще для жизни. Классный. Или Дубай лучше всё-таки? Кому как, всем по-разному, то что, конечно, тот приезжает в Дубай и говорит вообще отстой. То есть большинство наших артистов, которые начали ездить в Дубай весной, там побыли какое-то время, сказали фигня и уехали. А что они там делают? Вот вообще все Морген, Инстасамка, всё равно это такая тусовка, ну, достаточно узкая молодых около селебрити-блогеров. И, ну, у тебя есть там чем заняться, у тебя вот база, подушка, курс, ты его продаёшь, а что они там делают? Пишут музыку, есть какой-то всё равно как комьюнити, у них своё, свой круг общения. Скажи, вот в 2022 году очень непростом для политики, для всех вообще людей, для бизнеса, для блогеров, вообще для всех, с чего сегодня стоит начать, если ты тоже хочешь заниматься тортиками, блогингом, курсами, какой первый сделать шажок в эту сторону. Что будет актуально? Шорсы запускать, рилсы делать, может быть, я не знаю, пойти постажироваться куда-то? Слушай, ну, я слышала, что сейчас твич очень набирает обороты. Понятно, что это не для всех очень, для, в основном, молодой аудитории, но тикток тоже когда-то был для молодой аудитории. Но если тебе близка эта тема, ты можешь задуматься над этим направлением. То есть готовить в твиче? Возможно. Что-то такое, да? Но ты не делаешь, да? Что маргиналы, они там все сидят, Counter-Strike смотрят извращенцев в своем твиче. У меня все красиво и по стальных тонов. Пока что не могу я как-то понять эту тему до конца. Тикток я тоже не могла понять. А потом как раз и миллион подписчиков. Ну, возможно, тоже к твичу приду, когда он чуть-чуть станет более таким массовым. Не знаю. Может, он и не станет массовым. Мы не знаем. Я советую Инстаграм по-любому рилс, по-любому видео, потому что чисто алгоритмы Инстаграма сейчас их продвигают. Хотя, возможно, это поменяется, и, возможно, он обратно уйдет в фото, хотя, мне кажется, шансов мало. И будут в основном такие видео, рилс, набирать обороты. Поэтому надо уметь чувствовать, смотреть, насмотренность, постоянно сидеть, смотреть, короче, и понимать, что набирает обороты, просмотры, статистику, что они набирают, и как-то подстраиваются. Но самое главное это найти то, чем тебе нравится заниматься и понять свою сферу, понять свою нишу. А чтобы ее понять, нужно обязательно искать. Поэтому лучше не сидеть и не анализировать, а что же сейчас продвигает Инстаграм, какие алгоритмы, какое еще что-то. А лучше просто пробовать все, что тебе нравится. А гивэвэй вот надо делать? Гивэ? Нет, я же тебе говорю про творческую часть. Это уже части, как набора аудитории. Конечно, гивэвэй, это уже мертвая сфера. Говнище это? Конечно. Но сейчас Инстаграм стал слишком умный для гивэвэй. Ну слишком. То есть если у тебя большое количество подписчиков, но у тебя 300 лайков, ну у тебя и будет дальше 300 лайков. Ну это же большой соблазн, вот когда ты начинаешь чем-то заниматься, вот в интернете думаешь, блин, сейчас я себе куплю, но кручу. Вот так делать нельзя. О, какой будет. У тебя все потом пессимизирует и все упадет. Нет, просто у тебя будет цифра в подписчиках, но у тебя будет, это же все видно сейчас, сколько у тебя просмотров там. Я просто как человек, который делает это для какого-то, для денег, и во-вторых, для какого-то, знаешь, самолюбования, вот это тщеславие свое потешить, я понимаю, что, ну а смысл в том, что у тебя будет цифра подписчиков, если это мертвые люди по факту, если у тебя от этого не растет ничего, да, там ни комментарии, ни лайки, ни сообщения, ни люди, которые тебе доверяют, ни лояльной аудитории, ничего, просто вот цифра красивая. Лучше у тебя будет мало подписчиков, но они все будут активные, классные, и тебя любить. Как ты думаешь, ты тащишь в основном именно едой или внешностью? Я думаю, эстетической картинкой в целом. Блин, мне бы не хотелось, или что я тащу внешность, знаешь, у меня все-таки женская аудитория, я не делаю блок, я красивая, я там вот как, что я делаю, вот такая вот, я полюбуйтесь мной, чтобы думать, что я внешностью тащу. Может быть, это, вероятнее всего, это имеет какой-то, как сказать, выхлоп, это как-то помогает, но я думаю, что это общая визуальная картинка в целом. И там очень-очень много нюансов, потому что ты будешь просто показывать еду, просто показывать торт, это тоже уже сейчас так не зайдет. Нужно, чтобы было что-то интересненькое в видео, какая-то новая техника, что-то прикольное. И вот это все вместе дает вот такой результат. Как ты следишь за собой вообще? Типа, столько сладкого, ты просто в офигенной форме. Красивая. Я занимаюсь спортом. И все. Я стараюсь просто, знаешь, я была килограммов на 8, наверное, толще. И я понимаю, что у меня было как небольшое расстройство пищевого поведения, можно так сказать. Это когда, я же еще гимнастикой в детстве занималась, и нас там ограничивали в еде очень сильно. И потом я такая, вот я похудею, я буду есть пологурца в день. Какая-то, ну вот детская, такая подростковая шизофрения случилась у меня там 14-15 лет. И после этого ты подсаживаешься и начинаешь есть, что попало. А потом это как-то восстановилось, и теперь я понимаю, что я не хочу есть чипсы не потому, что я от них поправлюсь, а потому, что мне это невкусно. У меня будет живот потом от них болеть. Я как-то вот этими, ну, своими рецепторами вот эту химозу не хочу ощущать. Я не хочу съесть сникерс. Я не помню, когда я в последний раз ела какие-нибудь, знаешь, сникерсы, вот такие шоколадки, потому что мне это невкусно. Мне это очень сладко. Я понимаю, что это сделано из чего попало. И, ну, я лучше съем там какое-то классное пирожное, крутое в ресторане или сама там приготовлю, или там у нас кто-нибудь Лёшка приготовит. Я это попробую вообще с огромным удовольствием, где всё будет супер натурально, супер круто, чем я съем какую-то, знаешь, еду, ну, такую посредственную, типа там, сникерсы, чипсы. Короче, ты избирательно относишься к быстрым углеводам, да? Да, можно так сказать. ЗОЖ и ты как будто бы несовместимы, потому что сладкое это вообще супер вредно для здорового образа жизни. Все сейчас пытаются развивать ноу-шугар, шугар-фри, без сахара, протеиновое, что-то там безвкусное, не пойми что. Ты что скажешь? Что ты сказал про это безвкусное? Безвкусное, ужасное, пресное, но я могу в целом назвать трезвый образ жизни безвкусным и пресном. Но меня многие осудят. Я думаю, просто каждый должен сам выбрать, что ему нравится. Если тебе окей есть протеиновое и без сахара, то супер, классно ешь. Но посмотри, уже сколько лет, 10, наверное, я слышу как про то, что все, скоро сахар, вообще все будет только без сахара делать, все будет там без лактозы, без глютена, это все тренд идет, нарастает, ну нарастает, нарастает в итоге как бы как мы шоколад с сахаром ели, так мы и едим. Потому что, честно, я не ела вот торта а-ля идеального, знаешь, чтобы он был без сахара, чтобы он был без пшеничной муки и без лактозы, без глютена и при этом низкокалорийный, ну, не ела. Да, они были неплохие, эти торты, они были неотвратительные, это, ну можно это съесть, но все равно крутой там торт, этим заменить сложно. И даже те, кто делают что-то подобное, чаще всего, и где получается более-менее вкусно, они не используют, знаешь, сахарозаменители, они используют тростниковый сахар, они используют там миндальную муку, а это калорийно все равно. То есть, это да, может быть без глютена и без обычного сахара, но это все равно как бы очень калорийно получается. Я просто думаю, надо знать меру, надо не обжираться, а относиться к этому с умом и лучше съесть крутой натуральный торт, крутой натуральный десерт, который будет на классном масле, на классных сливках, на шоколаде, качественно, вкусно получить счастье и радость от этого торта, чем либо обжираться сникерсами и прочим, знаешь, какие-нибудь там стрёмные шоколадки, которые из чего попало делают. Либо сейчас еще сникерс запретили, нас, наверное, не возят, и я сникерс просто очень нравится. Либо сидеть и мечтать о чем-то в сладком торте, пытаться заменить его какой-то фигней, ну, успокаивая себя тем, что вот зато сидеть, плакать, так знаешь, но говорить, зато я не поправлюсь, я там еще что-то не сделаю. Спасибо, что пришла, Полин, это было великолепно. Спасибо, подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, пока-пока, это была Паулин Кейк, подписывайтесь на канал, на телекрам, на инстаграм, на инстаграм, ноу-кейк плиз, вот, на тик-ток, если у вас вводят курсы, если хотите готовить, в общем так, пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,